Ну вот, смотрите, мы тут порезали всё, всё у нас тут сушится, ну конечно сушилка, на самом деле я очень люблю, когда работает сушилка, дома становится очень ароматно, ароматно пахнет, особенно я помню, когда сушила чесночок, пахло чесноком, пахло даже каким-то хлебом чесночным, было очень-очень ароматно, очень вкусно, запах такой, прям обалденный. И сейчас вот через несколько часов, я думаю, он начнёт снова появляться запах лимона и яблока, будет очень вкусно. Так, и наша хлебопечка, я не знаю, что с ней произошло, я случайно нажала на третью программу каким-то образом, выбрала, вот, но она тоже должна замешивать, но она не замешивает у меня почему-то, вот, замешивала, замешивала, а вот я её сейчас переставила на другое место, она отказалась замешивать. Вот, и эту программу потом не сбросишь ничем, ничего не сделаешь, приходится только ждать где-то полчаса, час, чтобы она сама там сбросилась. Это сделано на тот случай, если, допустим, свет выключится, отключится, то потом, когда свет снова появится, она будет дальше замешивать, там, или готовить, то есть не заново. Вот, ну, я знаю, как-то раз я что-то делала, нажимала какие-то кнопки и у меня сбрасывалось, то есть тут есть сброс, но что-то у меня, короче, не получилось. Не знаю, я не думаю, что она неисправна, я надеюсь, что с ней будет всё хорошо, потому что сейчас покупать новую хлебопечку я не хочу, мне очень нравится, она меня устраивает. Здесь, как я и говорила, кстати, она 3 в 1, вот есть хлеб, сдоба, какой там близ будет, та-та-та, ладно, быстрая выпечка, кекс, десерты, суп. Суп, кстати, я говорила вам, классный получается. Тушение, здесь капусту когда-то тушила, очень тоже вкусно, маленькая порция и удобно. Бродинский хлеб делала, кстати, покупала уже готовый, то есть смесь хлебная уже готовая, бродинский. И добавляешь только молоко или воду, там всё это перемешиваешь и выпекаешь, точно такой же, как в магазине копия, но только стоит дороже. Вот, эта смесь, там около 40-50 рублей стоит, а сам хлеб в магазине стоит, там где-то рублей 30, наверное, где-то так вот. То есть, ну, состав абсолютно тот же самый. Так, хлеб с добавками, итальянский хлеб, ржаной хлеб, замес. Да, вот просто замес есть 15 минут, она просто замешивает 15 минут, и вот здесь дрожжевое тесто, она просто делает дрожжевое тесто полтора часа, То есть, 15 минут замес, и остальное она просто подогревает потихонечку со всех сторон, чтобы тесто поднялось. Вот, замес с изменением времени, там хлеб для сэндвичей, йогурт. Йогурт, он офигенный, просто делает йогурт. Ну, маленькая порция только получается. А в мультиварке у меня она тоже делает йогурт, но там можно большой сделать йогурт. Где-то литра два, например. Это поудобнее гораздо. Ну, конечно, здесь она, поскольку маленькая, она делает часов 8-9, то в мультиварке я делала часов 10-12-15, то есть на всю ночь оставляешь, и еще с утра. Ну, с вечера, да, на всю ночь и с утра. Не помню, с вами, по-моему, мы с вами делали даже, я даже не помню. В любом случае, я хочу снова сделать йогурт. Вот. Мы с вами, может быть, скоро будем делать. Вы напишите, кстати, в комментариях, хотите ли вы попробовать сделать йогурт. Обязательно мне напишите, мне будет приятно. Кстати, спасибо большое, вы пишете очень мне комментарии хорошо, мне это очень нравится. Читаешь по вечерам, по утрам, в обед иногда читаешь ваши комментарии. Очень мне нравится, очень хороший комментарий. Спасибо вам большое, также по возможности стараюсь заходить на ваши каналы, смотреть, писать вам комментарии. Ну, по возможности, потому что я очень-очень не успеваю. Одного дня мне очень мало. Жалко, что время у нас всего 24 часа, сделали бы, наверное, побольше 45 часов, чтобы день был подлиннее. Так, также джем, джем, кстати, я не готовила, слышала отзывы, что его делать не нужно, потому что он пригорает к этой форме, и потом его очистить очень-очень сложно. Вот те, кто покупал Redmond, те, кто делал. Кстати, в ВКонтакте есть группа даже Redmond. Так, здесь что у нас? Бисквит. Молочная каша. Да, вот, кстати, она делает молочную кашу. Мультиварка тоже мне делает. Когда, по-моему, мультиварку покупала, там еще бабушка была и сказала, смотрите, так, чтобы была там молочная каша. Я говорю, у вас малыш маленький, будете ему готовить мультиварки? Я, да-да-да, говорю, есть, все есть там, все супер. Ну, конечно, я готовить так и не стал. Мне, кстати, в мультиварке не понравилась каша. Она какая-то 40 минут варится и остается сырая. Вот, много раз я пыталась готовить, ставила 2 раза на 40 минут, все равно она сырая. Я стала готовить уже сама, просто на плите. Мультиваркой почти, кстати, уже не пользуюсь. Ну, не почти, я уже ее не доставала много-много месяцев. Раньше я и суп там готовила, но сейчас я суп готовлю на плите. Вот. Не знаю, мне кажется, так быстрее, что ли, проще становится. Вот, так. Растойка и выпечка, варка и мультипекарь. Ну, вот тут 25 программ. Я на нее копила деньги, помню, она стоила 10 тысяч. Со скидкой она была 8 с половиной. Очень хорошая. Да, у нас тут вот она мука, муку я всегда сыплю сверху. И она тут вот полностью сенсорная. Была еще такая же кнопочная, но ее не было в магазине. Нужно было под заказ заказывать, оплачивать заранее деньги. А тогда это было что-то новенькое немножечко. И я решила не делать так. Вот. Ей, кстати, уже года 3-4. Эти мультиварки. Здесь все работает. Сейчас она у меня выключена из розетки. Там только холодильник. А тут, кстати, у меня базилик сушится. Уже неделю целую. Что-то никак. А может даже меньше. Вот. Ну, все. Да. Дима помогает мне вынимать памперсы. Мы сейчас заберем на отдачу. Давай. Опа. Миночка какая. Дима такой помощник стал, да? Клади. Вот. Ну, давай еще немножко. Помощник. Складывай. Вот. Вот. Молодец. Вдруг на дружку клади. Давай еще немножко. Опа. Молодец. Все. Все. Больше не надо. Не надо больше. Все. Вот. Молодец. Теперь стала квадратная пачка вот такая. И пантерсы, конечно, тоже изменились. Мне кажется, они даже на шановские стали похожи у них. Потому что тоже они какие-то белые. И тоже какой-то рисунок. Хотя нет. Вот лента 365. Были у нас со слониками. Но поменялось. Не знаю, как они будут в деле. Ну, шановские мне, в принципе, тоже нравились. Но туда ехать далеко. А, ну, в принципе, вот они. Были такие вот со слониками. И потом однажды менялось. Не помню. А бегемотики, по-моему, были, что ли. У нас сегодня прям черный день какой-то. Дима отказался от каши, которую я ему приготовила. Геркулесовая ему уже надоела. И вот я сегодня размешала. Которая бабушка ему купила кашку. Кашку такую вот с тыковкой рисовая. Вот, потому что у него обед, вернее же, это будет ужин. До сих пор варится. Я вот, потому что варю картошечку, морковку. Чистить было некогда. Просто забросила, и оно варится. Вот. Просто все, что есть в холодильнике. Я такие дни называю черный. Черный день. Черный суп. Просто из того, что было. Таких дней у меня уже очень-очень давно не было. Вот это такие дни у нас были, когда мы с Женькой только жить начинали вместе. Они были частые. И приходилось запасаться кашами, вермишелью. Чтобы потом, когда деньги закончатся, можно было хоть чем-то питаться. Кстати, вот ложечка. С этой стороны дырки. Это не очень удобно. Туда будет забиваться грязь всякая. Но можно зубочисткой или спичкой оттуда все вычистить. И также они и вилка. Она можно ее с этой стороны одеть. И вилочка будет вот тут торчать. Но это тоже не очень удобно. Либо вместе, чтобы они были, если куда-то в поездку. Сейчас она немножечко у меня остывает. И параллельно я размораживаю пирог сметанный, который мы с вами готовили. Для Димочки, чтобы он сейчас на обед накушался и хорошо спал. Да, Дима? Посмотрим. Вот он пирог. А, разморозился. Три минуты. Я его размораживала. Поставила, кстати, не разморозка. Как вот есть вот тут вот. А, вот. Разогрев. А, вот разморозка. Я не стала ставить, а просто на три минуты. В принципе, без разницы, я думаю. Сейчас он тут остынет у нас. Тут у меня есть уже аромат, кстати, бесподобный.